26 ноября, в день рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича Колосова, которому в этот день исполнился 101 год, на здании школы номер 3, носящей с марта имя героя, была открыта мемориальная доска. Количество присутствующих на торжественной церемонии детей, согласно регламента обучения, минимальное. В церемонии приняли участие замглавы района Сергей Окунев, руководитель отдела образования Ирина Соломатина, а также директор и учителя третьей школы. В числе их – руководитель проекта «Память сильнее времени» Татьяна Епифанова. В ходе реализации проекта в прошлом году школе была передана копия знамени 10-го отдельного гвардейского батальона минёров, которым командовал Николай Колосов. Затем школе был подарен бюст, находящийся в музее первой фабрики, где работал Николай Колосов до ухода на фронт. И вот в марте месяце 26-го числа школа была удостоена высокого звания Героя Советского Союза Николая Колосова. Почётное право открытия мемориальной доски было предоставлено заместителю главы администрации, директору школы и кадету Дарине Гончаровой. Николай Колосов родился 26 ноября 1919 года. После окончания семи классов работал на фабрике, а в декабре 1941-го добровольцем ушёл на фронт. 2 мая 1943 года разведывательно-диверсионная группа 10-го отдельного гвардейского батальона минёров 43-й армии Калининского фронта, которой командовал Колосов, была заброшена в немецкий тыл для совершения диверсии в Рудненском районе Смоленской области. После диверсии группа была окружена карательным отрядом у деревни Княжина. Бойцы отстреливались до последнего патрона, а затем пошли в рукопашную атаку, погибнув в полном составе. Сегодня у нас торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски. Прошёл проект, который возглавили Наталья Владиславовна Кучина и Татьяна Александровна Епифанова. Мы объявили и ребятам, и родителям, и педагогам о том, что есть такое желание открыть мемориальную доску. И ребята, учителя, и даже родители собирали макулатуру. И на эти средства сегодня мы открыли мемориальную доску. То есть небольшое, казалось бы, дело объединило большие силы детей, учителей и родителей. Мы с честью несем звание, почётное ещё раз хочу сказать, звание Героя Советского Союза Колосова Николая Васильевича. У нас дополняются и пополняются постоянно кадетские классы. Ребята учат не только военные дела, не только учатся ходить строем, танцевать красиво, не только учатся борьбе. Они изучают историю нашей великой России, историю Фурмановского муниципального района. И с гордостью принесут знамя нашей Родины и почётное звание Героя Советского Союза Колосова Николая Васильевича. Нельзя сказать, что это завершающий наш этап. Мы, конечно, будем дальше собирать материал не только о Николая Васильевича Колосова. О нём, конечно, к сожалению, очень мало материала, родственников не осталось никого. То есть он погиб очень молодым, 23 года. То есть родители умерли очень давно, никого родных нет. То есть мы выяснили, никого нет. К сожалению, материалов сохранилось очень мало. То, что Лидия Павловна Королёва нам передала. Мы надеемся, что мы продолжим дальше собирать материалы уже о героях Великой Отечественной войны. Не только наших героев, которые есть у нас на доске памяти, но и участников Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт из нашего города. И, ну, память которых мы чтим. И мы были подшефны долгое время многих ветеранов. Они, к сожалению, ушли от нас. То есть мы ходили к ним с поздравительными письмами. Я так думаю, что материал о них нужно тоже собрать в школе, чтобы память, не просто память сохранять, чтобы потомки наши, наши учащиеся, то есть дальше могли рассказывать. И война не ушла в прошлое. Потому что ветераны уходят, а память должна оставаться. Поэтому наш проект так и называется «Память сильнее времени».